друзья всем привет темы сегодняшнего видео будет хиверия почему я смеюсь потому что я уже наверное по десятому кругу записываю одно и то же видео и мне не дает его снимать кошка я ее выгоняю она начинает мне под дверь подкидывать игрушки но то есть ей нужно ее кидать в обратную потом она тебе и опять будет кидать в обратную этот процесс будет бесконечным я не знаю с какого я раза сниму это видео поэтому мне уже больше сил если честно нет значит и хиверия уход и содержание такое ли такой таким ли растением неприхотливым она является как о нем пишут в интернете давайте разбираться и хиверия это растение семейства толстянковых впервые она была обнаружена мексиканским художником атанасиевич верия который однажды шел по местности мексики и делал зарисовки книги флора мексики и неожиданно наткнулся на чудесный цветок форме розочки художник зарисовал этот цветок и впоследствии поместил эту зарисовку на обложке книги на обложку этой книги ну и фактически атанасиевич верия стал первооткрывателем данного вида и в честь него впоследствии был назван этот вид и хиверия или че верия как правильно я сталкивалась в интернете с постоянными спорами об этой об этой сути вопроса как правильных их и верия будет или и че верия ноги склоняются к одному названию ноги к другому идет спортом разъясняет что-то спорят на самом деле правильно будет и так и так потому что если углубляться в транскрипцию слова и хиверия и че верия то допустим на испанском языке это слово будет звучать как и че верия а на латинском языке общий принятым для обозначения видов и родов растений это слово будет звучать как и хиверия поэтому спорить здесь не нужно кто как привык тот так и называет здесь разницы нет это совсем другой случай не тот как звонит и звонит что правильней вернее как правильно конечно же звонит красула или красула конечно же красула правильно красула это неправильное произношение но и хиверия че верия здесь пожалуйста нравится че вере называйте че вере нравится хиверия называйте хиверия я привыкла хиверия не знаю как то я быстро перестроилась изначально когда я завела себе коллекцию было несколько у меня видов они у меня были все и че верим и потом как-то плавно 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 я перешла к хиверии и уже по-другому я это растение не называю но ошибки нет ни там ни там как говорится хоть горшком назови только в печени ставь и хивери существует около 200 видов и с каждым годом это видовое разнообразие пополняется путем скрещивания новых видов и потом мы их приобретаем себе в коллекции это я думаю поток нескончаемый и пусть он будет потому что те гибриды которые получаются сейчас у японцев корейцев они конечно же разительно отличаются от первоначальных видов хотя вот если брать хивери лау это родовое как бы родовой вид то есть лау встречает встречается в природе это не это уже веками растущие растения в своих природных условиях она шикарная лау тоже я считаю ничем не сравнится у нее необычная форма листьев круглая мощный бело-сизый налет практически даже больше белый вот и если этот налет не тронут то она вообще смотрится сказочным растением хивери и в основном бывают формы хивери в основном бывает форме розочки то есть форма каков-то раскрывающегося цветка или закрывшегося бутона вот допустим вот это ну вот такой формы это растение корейское то есть она еще не адаптированная но только у меня начинает укореняться дало корешки и как бы форма вот эта корейская на еще сохраняется то есть там жара там очень подходящие условия для хивери поэтому они там все сжаты в колобок у нас же они раскрываются и форму колобка в домашних условиях добиться очень сложно можно их выставлять на улицу тогда да вот летом они у меня многие имели форму колобка но под лампами в домашних условиях и на просто на подоконнике вот такого колобка добиться сложно это опять же если ее морить морить засухой она будет постепенно сжиматься но это опять такой процесс нужно его контролировать потому что она может пересохнуть и в конце концов сбросить корни и потом придется заново вам их восстанавливать и когда она их восстановит она опять раскроется поэтому сложновато сохранить вот этот колобковый вид также листь также листья у эхиверии очень все разные различаются они длиной цветом формой окончанием вот на многих эхивериях кончики листьев заканчиваются иголочками они как маникюрчик смотрится это вот эхиверия чихуахуэнсис вообще такая чихуахуэнская эхиверия суперская я люблю ее летом она на солнце тоже сжимается в колобочек коготки эти становятся более выразительными более яркими но такая вся дерзкая дерзкая становится такая прям хищница симпатичная это эхиверия куспидата тоже коготки у нее где-то тут еще была вот она зарагоза тоже коготки зарагоза white form тоже нажимается в колобочек постепенно и колобочек этот весь вот и как вот этими красненькими тонюсенькими иголками вот еще интересный гибрид кстати это гибрид трех растений куспидата вот это зарагоза вот это и ибо не вот это три растения сейчас вот так сделаю вот скрестив между собой три вот этих вида эту эту и эту получился вот такой интересный гибрид структура листьев у хивери тоже разная есть полностью гладколистные хиверии вот допустим как вот это вот лист у нее гладкий то есть можно с нее протирать даже пыль и розетки это не повредит тахиверия янжин вот агавоидное ибо не то же самое листья гладкие структура такая вся видите если приблизить и рассмотреть там даже видны клеточное вид настроение вот на этой клеточное строение просмотреть нельзя потому что она покрыта налетом и вот тоже агавоидное мексикан жант тоже самый очень мощный налет практически такой же как улау очень трудно сохранить этот налет дело в том что она очень большая и постоянно соприкасается на полке с другими растениями вот я их люблю туда-сюда выставлять но по причине того что заказы поступают нужно готовить растение то есть чтобы дотянуться до одного нужно достать составить несколько рядов горшков и вот туда-сюда ее тискаешь и вот такое случается то есть на каких-то хивериях налет присутствует очень мощный на каких-то он мельче на каких-то его практически совсем нет вот хотя бы вот на этой очень и очень слабенький налет здесь даже не знаю где показать есть тут где он поврежден или нет но специально вредить него ну вот вот этот листик вот он вот этот листик смотрите краешек зеленый вот этот налет сезон стерт есть также листья налет и опушение на листьях эхиверии вот как вот здесь допустим они возникли не случайно на листьях они возникли в процессе эволюции в процессе формирования вообще структуры всего растения и служат они защитной защитным свойством то есть они предохраняют листья эхиверии от воздействия ультрафиолета солнечных лучей от ожогов от попадания дождя то есть если вода попадает на налет то она не проникает вглубь розетки она остается такой вот капелькой свернутой ее можно очень легко сдуть а вот здесь если капля попадет на лист если сдуть то это капля целиком не улетит она рассыпется на мелкие все равно останется на листьях то есть вот этот налет он служит такую функцию отталкивания имеет форма как я уже говорила форма эхиверии а да еще вот про пушение не сказала про налет рассказала вот теперь опушение есть эхиверии которые покрыты мелкими ворсинками на каких-то они очень короткие на каких-то они по длине и видах вот на этом виде это эхиверия пульвината руби бланш вот с какой бы стороны я не зашла с камерой смотрите этот налет как будто серебряной окантовкой шелковой такое окантовкой со всех сторон она невероятно милая как игрушка плюшевая и опушение это мягкая мягкая вот ее сородишь сородич эхиверия пул в оливер то есть пул в оливер это наверное сокращение слова пульвината а оливер это вот эхиверия сет оливер то есть я по всей видимости подозреваю я не знаю точно но по всей видимости вот исходя из названия что скрестили какую-то пульвинату скорее всего вот эту пульвината стрикта у нее более заостренный лист чем у всех других пульвинат с эхиверии сет оливер с вот этой и получилась вот такая эхиверия пул оливер то есть опушение она взяла свое вот от этого растения оно получилось такое более сглаженное пушение на сет оливер ворсинки эти крупные и очень часто и здесь они как бы помельче и она смотрит смотрится это пушение понежней но она у меня все сейчас залиты потому что стоит далеко и поливать ее неудобно там как получится на листья значит на листья не на листья значит не на листья в общем ошибки в уходе вот внешний вид конечно испортился но во первых она еще мне очень маленькая на мне пришла только в январе я рассказывала в своем видео когда корейские растения сажала я ее показывала вот она мне сейчас принялась но лист у нее пока не красный потому что краснеет она при ярком освещении вот а вот на вот этой эхиверии пульвината стрикта здесь ворсинки очень короткие и листья смотрится больше как не лохматые как плюшевые но плюш это такой мягкий знаете если докоснуться до них то листики мягкие нежные нежные вообще структура тоже очень интересная она на солнце тоже кажется серебряной также вот это эхиверия это эхиверия тоже на час такая вяленькая вяленькая вся смотрите ой не знаю не вижу вот я и сегодня полила но я собственно за для этого и всех сюда составила потому что мне нужно было полить самый дальний ярус а так как я хотела еще оборвать сухие листья пришлось их все составлять и большая часть была составлена и я решила снять вот это видео рассказать про эхиверии так а вот на этой эхиверии это эхиверия валентина здесь тоже листья такие негладкие смотрится общее впечатление как плюшевые но плюш здесь жесткий потому что листья у этой эхиверии каменные каменные не примут вообще но реальная каменная роза тоже очень интересный вид очень интересный сорт хоть она и не бывает не краснеет вот только кончики у нее краснеют и слегка потом на ярком солнце у нее пожелтеют края листьев но все равно на очень забавная такая двойная голова вот такие друг с другом не разговаривающие двойняшки также еще вот эхиверия пульвината фрости здесь опушение тоже очень ярко выражено опушение этого белого цвета и поэтому общее впечатление этой розетки это этого растения создается белое на самом деле листь это зеленые но так как опушение очень много то вот эти ворсинки они закрывают всю поверхность листа то есть если вот здесь просматривается лист зеленый цвет виден на лицо редкие ворсинки то здесь они очень толстые и очень частые так что то еще хотела рассказать а вот еще также структура листьев на некоторых видах сейчас современной селекции стали популярными вот эти бородавочные сорта кто-то относится к ним как уродцам кому-то они не нравятся напоминают какие-то генетические болезни и раковые опухоли и все такое прочее ну я так не считаю мне они нравятся и вот у меня в коллекции сейчас два таких сорта которые на корнях один не знаю выживет или нет потому что он у меня был поражен какой-то бактериальной болезнью по всей видимости вирус растение если заболевают вирусом то его уже не спасешь чем я оторвала там небольшую макушечку от него отрезала пенек кстати дал детки я рассказывала прошлом своем видео об этом ну а розетка не знаю кореница или нет вроде корни есть но она все равно вялая в общем что будет то будет пока у меня две бородавчатые розетки на своих корнях это эхиверия барон болт это эхиверия из листа я ее сажала из листика я покупала однажды черенок покупала его не сама просто как бы увидела картинку но и попросила человека он смог доехать забрать эту эхиверию но естественно он не понимал в этом ничего этот человек и когда мне ее передали то я ужаснулась это была длинная вытянутая палка очень тонкая по всей видимости ее лили 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 и за дня в день и она стремительно росла и листики у нее были тоненькие и то что это именно вот этот бородавчатый сорт я поняла по нижнему листу остальные все были без бородавок в общем этот черенок у меня не укоренялся не в перлите не в песке не с поливом не без полива то есть он начал стремительно сохнуть и я решила будь что будет оторвала от него все листья и засунула их в стакан с водой то есть над водой не в воду она 2 над водой их держала и 2 из наверное 12 или 13 листьев которые были далее корня впоследствии детки вот я эти две эхиверии посадила одну я продала а вторая вот у меня осталось конечно знаете в коллекции очень всегда нужно иметь дубликат запасной потому что бывает непредвиденное что-то и у вас резко погибает вот как я говорил уже от вируса то есть от вируса если вирус на растение попал уже никакие никакая химия не поможет как бы вы ее не обрабатывали она все равно у вас погибнет и вот чтобы избежать таких ситуаций хорошо бы в коллекции иметь конечно самых любимых видов по 2 но так как места нет вот те как те которые были у меня по 2 розетки я от них постепенно избавляюсь потому что хочется все новых и новых сортов новых и новых видов оставить их некуда и поэтому вот будь что будет вот так вот я решаю и второй сорт эхиверия рандропс здесь бородавки округлые капли дождя видите вот они такие все пупырки на кончиках листьев здесь тоже можно по этому растению определять когда ему было хорошо когда плохо вот вот эти крупные бородавки они росли еще у корейцев потом она пришла ко мне это эхиверия вот пока она принималась еще так более-менее бородавочки на ней еще есть потом когда принялась на освещение ей не хватало и вот три листика которые вот вы видите рядом с цветоносом три листика они совсем без бородавок а дальше вот уже когда я купила лампы когда света стало больше она у меня стоит возле самого стекла вот не знаю видно вам будет или нет но я рассмотрела вот на всех вот этих махоньких листиках уже появляются опять бородавочки то есть условия содержания для нее улучшились и она решила опять расти так как ей положено ну и выбросила цветонос вообще когда цветонос появляется на растениях это означает что вашему растению вас комфортно и хорошо то есть это хороший признак не не для того не потому что в этом увидите цветы это красиво вообще эхиверии цветут не очень красиво конечно кому-то нравится до цветочки бывают и на 1 миленькие черный принц мне нравится как цветет у него не обычный цвет ярко-красные такие цветы topsy турви очень прям такой такие у нее могучий цветонос и она их выбрасывает всегда не жадничает в большом количестве и они у нее всегда тоже такие мощные цветы достаточно красивого цвета малинового вот это не знаю как будет свести но как бы для меня цветение неважно многие отрезают цветоносы я не отрезаю во первых цветонос если отрезать то растение будет расти лучше может быть здесь я даже сейчас посмотрю как вот эти листики развернуться может быть даже я отчик но этот цветонос потому что она еще очень слабая все равно это розетка она еще до конца не адаптированы но вообще я цветоносы не отрезаю даже специально не отрезаю по той простой причине чтобы замедлить рост растения я не хочу чтобы мои растения были большие потому что место на полках мало вот а здесь бородавки другого плана они расположены по центру листа со временем с ее старением когда и там будет года два-три эти бородавки будут уже более мощные и они заполнят практически весь лист но пока вот только вот эти и та же структура у них разная где-то вот по три шишечки где-то две вот это вот вообще похоже на какого-то зверька вот сейчас приблизила вот этот лист крайний слева ну так про структуру листьев про розетки да еще забыла про розетки сказать все и вере многие большинство их и вере растут по одиночной розетки то есть они деткуются со временем если эти детки не отрывать не отсаживать образуется куртина из нескольких розеток это тоже достаточно красиво в природе они так и растут потому что никто там эти детки не обрывает вот но у нас кто-то делится кто-то продает кто-то меняется и поэтому все их и вере у нас выглядят как одиночный цветок но есть такие эхиверии которые много таких тоже видов вот на примере нескольких я вам сейчас расскажу который имеет кустовую форму вот это эхиверия пульвината стрита она сначала ну достаточно интересный тоже мини кустарничек она сначала растет одиночной розеткой потом она начинает из боковых пазух выбрасывать детки и получается но это я еще и обрезала а так бы она была намного пышнее и потом она последствии все больше и больше выбрасывает детки это вот не цветонос это детки это вот детки так они расположены и со временем эти детки стареют взрослеют становятся больше получается такой мини кустарничек также вот это эхиверия очень интересная мне ну очень нравится эхиверия суйон саян я не знаю как правильно ее произносить дело в том что я учила немецкий но на немецком она если читаешь вот эту английскую транскрипцию на немецком она звучит как суйон а как она будет на английском правильно я не знаю ну не важно как она звучит главное что она вот такая красивая она тоже кустовой формы сначала растет одиночная розетка потом из пазух листьев начинают расти побеги сейчас вытащу вот такой кустик здесь двойной кустик потом впоследствии из каждого вот этого отростка начнут детковаться точно также в сторону другие детки другие черенки и впоследствии образуется такой красивый красный мини кустик с розочками невероятно красивый сорт вот смотрите он сейчас такой красивый стал яркий с каждым днем она все красивее и красивее становится потому что света все больше и больше солнышко сейчас нас начинает баловать так сюда иди на место ну и вот если смотреть на общую картину она конечно же выделяется своим цветом и своей формой вот эти все как бы они идентичные да все вот эти агавоидные идентичные все вот эти с коготками чихуахуэнские которые они прям вообще ну таким несведущим взглядом как моя подруга говорит они для меня как китайцы все на одно лицо ну не в обиду конечно китайцам вот ну а вот это уже не на одно лицо она от них уже разительно отличается то есть если вот эти виды можно как бы объединить в один но они на самом деле вот эти вот эти четыре где-то тут еще за работу было не вижу а вот они все одного вида поэтому они похожи да ну а это конечно же различается так теперь проговорим по уходу про уход какой должен быть уход конечно не сложен уход точно такой же как и за всеми другими суккулентами так где там эту шпаргалка была чтобы не забыть так грунт грунт как и всем другим суккулентом должен быть рыхлый где-то приблизительно 50 процентов земляного субстрата и 50 процентов разрыхлителей я не буду очень долго останавливаться на этом потому что я почти что в каждом видео упоминаю про грунт ну самое основное чтобы грунт был пористый чтобы влага проходила сквозь грунт очень легко чтобы не застаивалась и чтобы обязательно был на дне дренаж но запомните чем меньше чем чем меньше у вас земляного субстрата и чем больше разрыхлителей тем ваши розетки будут ярче и компактней это основной принцип ну а что касается разрыхлителей вот какие они должны быть это уже на ваше усмотрение на ваш вкус это может быть солид битый красный кирпич гравий песок песок должен быть крупной фракции мелкие речной не пойдет потому что он прессует землю то есть другими словами заполняет воздушные пустоты в грунте и корни дышит плохо нет аэрации то есть нет доступа воздуха корням что является необходимым фактором для развития корневой системой вообще для роста растения в целом вообще аэрация почвы она очень важно для не только для их и верей но и для всех суккулентов потому что корни у этих растений не привыкли перерабатывать большое количество влаги к так как в естественной среде обитания дожди и увлажнение почвы это редкая роскошь суккуленты привыкли выживать под палящим солнцем на скалистых и горных местностях и поэтому в той влагоемкой торфяной почве в которую сажают свои суккуленты многие цветоводы любители эти суккуленты погибают они либо перелиты либо недолиты то есть вот этот торф он либо намокает и очень долго держит влагу либо он до такой степени пересушен что когда начинают поливать эту планам совершенно не поступает в общем эта почва она совершенно не подходящая для посадки суккулентов как бы не писали каким бы используйте что-то у меня по моему тут случилось с видео я либо нечаянно нажала на паузу и по моему какая-то фраза моя не записалась не знаю где остановилась не помню ну повторюсь так наверное про аэрацию почвы я рассказывала аэрация почвы она очень важна для всех суккулентов не только для их верий потому что суккуленты они привыкли выживать на скалистых местностях своей естественной среде под палящим солнцем и дожди они там видят проще практически никогда не видят и поэтому почва там местность каменистая горная и почва там очень-очень скудно и бедная и поэтому суккуленты попав в наши условия содержания те кто сажает суккуленты влагоемкий торфяной субстрат они просто-напросто губят эти растения потому что сам по себе этот субстрат он не пригоден для посадки суккулентов в нем либо растения засыхает либо от перевлажнения растения гибнет природе же течение многих веков суккуленты приспособились выживать в экстремальных условиях и вот те условия которые мы пытаемся им создать думаю что так будет лучше в конце концов оказываются для них губительными мы возвращаясь грунту грунт должен быть рыхлый однозначно забудьте про грунт для кактусов и суккулентов состоящий сплошного торфа то есть 50 земли 50 процентов земли для взрослых растений даже 30 остальное разрыхлители виде циолита перлита вермикулита кремневита гравия крупного кварцевого песка древесного угля в общем то что найдете можно добавлять даже нужно добавлять если найдете такие экзотические разрыхлители как кусочки лавы пензы но это уже это уже если найдете на 1 обязательно дренаж с керамзитой чем беднее грунт как я уже говорила не знаю записалось это или нет чем беднее грунт тем суккуленты будут ярче и тем меньше риск переливы и загнивания корневой системы да и обязательно вот хочу сказать и отметить это никогда не закладывайте поверхность грунта камнями вот для декорации закладывают вот допустим вот этой хеверия здесь вот эта структура моей почвы то есть здесь почва смешана с камушками она такая и должна быть то есть я здесь ничего не закладывала вот эта структура то что наверху она и внизу и она и в середине везде это такой грунт но бывает что для декорации специально закрывают насыпают красивый там либо крошки мрамора либо там какие-то красивые камушки сверху ни в коем случае этого делать нельзя особенно если вы новичок если вы еще не знаете как не нашли общий язык своим растением никогда этого не делайте дело в том что дело в том что вы вот этими действиями этими камнями вы закладываете и преграждаете доступ воздуха к корням и предотвращаете испарение лишней влаги это все равно что человеку заткнуть нос заклеить рот и сказать дыши чем дышать ушами не получится вот для для этой же самой цели делается и дренаж для того чтобы лишняя влага уходила сквозь дренаж и для того чтобы дать корням доступ воздуха а мы засыпаем почву сверху умышленно провоцируя почву к закисанию я кстати тоже раньше пыталась засыпать грунт декоративным кварцовым песком специально набирала его для этой цели в карьере но месяца через два-три я поняла после того как хаворти все мои сбросили корни а две хиверии успешно загнили я правда успела их спасти ну в общем я поняла что это огромная ошибка и ушла от этого как бы это не было красиво знаете это красиво на первых порах потом в итоге все равно вот у вас горшок все равно листья закрывают листья от розетки закрывают поверхность горшка то есть вот здесь уже не видно ни грунт не что там под листьями находится можно сейчас сюда накидать камушков но для чего не знаю я этого уже не делаю потому что я уже объяснила это большая ошибка и чем больше у вас камней набросано наверху и чем толще слой тем больше вероятность того что ваше растение загниет и не будет дышать поэтому друзья мои будьте умными учитесь на чужих ошибках вот на моих я вам рассказала про свои ошибки про то как действительно было и про то как действительно вот эти камни они отрицательно влияют на рост и развитие вашего растения так теперь что у нас там дальше идет освещение освещение должно быть максимально максимальное чем больше солнца тем естественно розетки будут компактнее и ярче так что еще сказать про освещение ну наверное все при недостатке света и хиверия теряет свой внешний вид розетка вытягивается становится страшненькой некрасивой и окрас от самых ярких цветов меняется к самым блеклым и к самым таким невзрачным сейчас наступает пора когда весна солнце будет все выше и выше в зените и вот эта пора является очень опасной для многих новичков и даже не новичков то есть если не смотреть за растениями если они у вас стоят на окне и если не контролировать попадание яркого солнца на листья но сейчас еще нет а вот в апреле туда ближе к маю середина мая когда жара будет шпарить прям такой жесткой силой вот тогда это будет очень опасно все растения если солнце припекает очень сильно растения не приспособлены к солнечным лучам они моментально горят розетка конечно она потом восстанавливается но очень долго болеет и чтобы предотвратить это делайте притенение приклеивайте все по-разному делают кто-то ну жалюзи опускать это не не вариант потому что солнце вообще не будет попадать либо как-то какую-то сетку через москитную сетку кстати тоже очень сильно солнце бьет можно какую-то марлю вешать можно лист бумаги как затенение просто крепить на стекло ну чем кто как выходит из этой ситуации но притенять растение обязательно нужно либо приучать постепенно растения выставляя на солнце по часу в день потом прибавлять вот это время но и потом уже оставлять на прямых солнечных лучах постоянно полив ну что сказать про полив поливать конечно нужно каждое растение индивидуально вот кто-то сажает в садике растения там вообще вот этот водный баланс сохранить очень тяжело если черенки у вас одного размера то да нормально а потом впоследствии когда садик этот разрастается какой-то черенок пошел в рост и он становится больше собой он закрывает другое рядом сидящие растения тому же растению не хватает света а вы все также его поливаете то есть она у вас между вот этими двумя большими растениями это маленькая которая будет забита ростом других растений она может просто не выжить и может просто погибнуть от переувлажнения поэтому я считаю что нужно сажать растения одиночной посадкой и уже полив осуществлять непосредственно смотреть на каждое растение я поливаю свои растения когда они у меня уже становятся вялыми так они сохраняют лучшие форму они не погибают от этого вот она стал у меня вяленькая вот это растение видите до какой степени я его изморила я его сейчас полила вот она через двое суток наберет тургор и опять станет нормальной также будет расти ну и точно так же я поступаю с другими растениями агавоидные хивери вообще очень редко поливает потому что у них очень мясистая структура листа там очень много влаги больше чем вот прям листов ты толстый если его берешь в руки прямо он ощущается конечно же сравнить вот этот лист и вот этот лист до какому растению нужно больше влаги конечно же вот этому потому что влаги вот в этих листях при 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 достаточно вот и вот эти розетки вообще многие розетки у которых тонкие листья они наиболее часто отсушивают листья из-за того что если им не хватает влаги они эту влагу потребляют из старых листьев вот такие агавоидные хиверии очень редко сбрасывают листья потому что влаги у них достаточно пока они ее используют вот этой хивери у меня за зиму сбросила всего лишь один лист если сет оливер сбросила наверное 50 листов а может быть и больше ну нет не больше но 40 50 она нам точно отсушила вот и точно так же вот допустим вот этой хиверия тоже вот я сейчас ее сняла у нее отсушено было ну листов наверное 7 но это же не не один раз за зиму то есть 7 в один месяц 7 другой месяц конечно же они нарастают но и также они быстро отсушивается а вот мексикан jant за зиму не скинул ни одного листа то есть ему влаги было достаточно и поливала я его очень редко и все равно он вот не скинул ни одного листа так ну вроде про полив сказала да самое главное еще важно не самое главное просто важно чтобы при поливе вода не попадала в центр розетки потому что если не будет аэрации то есть не будет проветривание комнаты то вода между листьев может привести к загниванию розетки так что у нас там дальше идет дальше у нас идет подкормка ну подкармливать их не обязательно не стремитесь к тому чтобы их подкармливать чем почва беднее тем они красивее но подкормку можно осуществлять в свежепосаженном грунте вообще можно забыть про подкормку вот я их в прошлом году вообще не подкармливала в этом году вот где-то через месяц я их подкормлю наверное раз в месяц удобрением для кактусов и суккулентов либо каким-то другим удобрением с минимальным содержанием азота все то есть это уже на ваше усмотрение размножение но размножается хеверия семенами путем опыления двух разных растений потом собираются семена и высеиваются также размножается листьями положили лист на сухую поверхность на хорошо освещенное место но не под прямые солнечные лучи и также забыли на две недели через две недели вы посмотрели а детка есть но нет корней ждем ничего с ним не делаем ждем когда появятся корни и корни появились маленькие корешки опять ждем детка тем временем подрастает корни увеличиваются и когда уже корешки будут достаточно такие чтобы они смогли залезть в землю тогда мы только его сажаем этот лист так что еще нужно сказать но не все конечно хевери размножаются листом агавоидные очень плохо размножаются листом я не знаю это редкий случай у кого получается размножить агавоидные во первых его оторвать очень сложно то есть нужно разобрать розетку по листьям вот просто так вот сейчас вот из этой розетки невозможно оторвать лист даже от этой не оторвется лист я вот недавно попыталась оторвать у меня ничего не получилось он оборвался посредине и все то есть они очень крепко держатся там и даже если вы его оторвете не факт что он у вас даст детку но и для этой цели дербанить всю розетку чтобы получить сорвать и изгубить 20 листов чтобы получить один лист вероятность того что даст он детку наверное 20-30 процентов ну я такие хевери даже не пытаюсь размножить вот есть она у меня в коллекции этот вид возможно я попробую оторвать этот лист когда их и вере я когда я ее буду пересаживать потому что там можно будет подлезть каким-то предметом можно будет сковырнуть но посмотрю и опять нужно у агавоидных отрывать листья в подвяленном состоянии если тургор в листьях нормальных если тургор хороший то лист скорее всего у вас просто обломится где-то посредине или в начале но с пяточкой он у вас ни в коем случае не отойдет также хевери размножается боковыми черенками вот как я здесь рассказывала вот и хевери вот она дала детку сбоку вот эту тоже детку можно отсадить чекнуть ее отсадить она вас успешно даст через две недели корни вот и также ее можно размножать путем укоренения головы я не в прошлом видео показывала как я сносила голову по хевери экзотики и потом у вас последствия пенек даст дет детки и детки эти из пенька будут расти развиваться намного быстрее чем будут развиваться от листика так ну и наверное все что я хотела сказать про их и вере и так да наверное все не знаю если остались какие то вопросы но в общем я говорю уже повторяю что я снимаю это видео у меня уже отсох язык я снимаю это видео нам по четвертому кругу я сняла до двадцатой минуты меня прервал окошко вот она чуть ли мне тут не залезла на эту коллекцию все не перемяла и поэтому и я в панике бросил этот телефон потом я все-таки выдворила но не знаю опять вот у меня был перерыв что там я наговорил еще не знаю больше у меня говорить сил нет что есть то есть так что не судите строго и так наговорил уже 40 почти 4 минуты не каждый выдержит эту болтовню и не каждому будет интересно смотреть такое продолжительное количество времени хотела рассказать вам по сортам уже наверное это опять с моей способностью разговаривать это наверное 5 минут на 10 так что не буду я вам рассказывать про сорта некоторые я уже озвучила кому интересно вот сиреневая это хиверия таня тоже с мощным налетом какой еще не говорила это вот эту не рассказывала эхиверия симуланс варегата у нее легкая варегатность я вообще не люблю варегатные растения но эту не знаю зачем держу ну просто держу же вот и все чтобы она была не пытая не испытывая к ней особой любви ну так неплохая симпатичная летом она красивая на солнце на салатовая такая с переходящими легкими оттенками в зеленый что еще рассказать кого еще не озвучивал это бен бадис это симуланс обычная симуланс лагуна санчес это хиверия луэлла кстати луэллу очень любят раздваиваться на головы очень любят крестатиться вот моя голова розетка раздвоилась вот недавно я срезала девушки продала эту голову я тоже вскоре есть несу и укореню заново но на двойная опять видите они одиночной розеткой не растут любят куститься ну и все эти вроде все озвучивала все все озвучивала ну все всем спасибо за просмотр пока пока до новых встреч